До срочного прекращения по помощи заместителя председателя Керченского городского совета Чирбулы Ларисы Викторовны в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации уставом и спадом образования городского президента Республики Крыло и учитывая заявление заместителя председателя Керченского городского совета 2-го СССР Чирбулы Ларисы Викторовны о досрочном прекращении полномочия городской совет решили 1. Прекратить полномочия заместителя председателя Керченского городского совета 2-го СССР Чирбулы Ларисы Викторовны с 03 февраля 2020 года в связи со ставкой под собственным желанием 2. Отдел организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского городского совета Ушакова опубликовать настоящее решение о городской газете керченскому рабочему 3. Отдел информационной политики связанным с общественностью аппарат Керченского городского совета МАЗИО опубликовать настоящее решение на официальном сайте Кельчинского городского совета. Четвертое. Настоящее решение вступает с момента его подписания. Какие будут вопросы? Если нет замечаний, предложений, предлагаю применять решение по данному вопросу в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Второй вопрос. Об избрании заместителя председателя Кельчинского городского совета 2-го созыва. Слово предоставляется председателю Кельчинского городского совета Республики Крым. Избрать Солодилову Ольгу Станиславовну, депутата Кельчинского городского совета 2-го созыва, на должность заместителя председателя Кельчинского городского совета. Второе. Возложить на заместителя председателя Керченского городского совета Солодилову Ольгу Станиславовну исполнение обязанности председателя Керченского городского совета на случай его отсутствия или невозможности выполнения. Я, во-первых, хотел бы подпишись с собой, если будут вопросы, задать ее вопросы. Ее введение на должность заместителя. Поэтому ее введение. Я должен знать, чем человек дышит и что он хочет предложить. Потому что я почему хочу задать вопросы? Потому что работая два года заместителем, приглашала в том числе и меня как лидера фракции, результат получился нулевой. Как собирается Ольга Станиславовна строить работу? Вот я хотел бы заслушать. Это не вопрос. Это не вопрос, если вам, товарищи. А что это? У нас вопрос есть, это издание... А я хочу заслушать, кого мы назначили, чтобы все люди знали. Уважаемые коллеги, уважаемый Иван Николаевич, для меня удивительно ваш вопрос, потому что мы с вами знаем друг друга не один год. Вы знаете меня, какой я работник. Вы можете оценивать мою работу, как считаете нужным. Как я вижу, дальше работаю конструктивно, вместе с оппозицией, вместе со своими коллегами, работать на благо города. Осознаю, какой груз я беру сейчас на свои плечи. Также не радует меня то, при какой ситуации я беру этот груз на свои плечи. Моё главное кредо – профессионализм, порядочность, милосердие. Больше добавить ничего не могу. Если есть замечательные предложения, предлагаю принять решение по данному вопросу в целом. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Кто воздержался? Решение принято. Третий вопрос. Третий вопрос.